Десятилетняя девочка скончалась, не дождавшись помощи, которую ей даже суд присудил. Родители считают, что ребенок погиб из-за бюрократических проволочек. Ева Воронкова страдала муковисцидозом. Помочь ей могло лекарство Трикавта. По указу президента России создан специальный фонд «Круг добра», который выделяет это лекарство, но детям с 12 лет. А ею было только 10, и она не могла получать лекарство через этот фонд. Родители обращались в Нижегородский Минздрав. Им отказали. Тогда родители подали в суд, выиграли. Но лекарства за 2 месяца после решения суда так и не закупили. И девочка, не дождавшись помощи, умерла. Еву похоронили вчера. Родители находятся сейчас в состоянии шока. Им не до интервью, и мы смогли поговорить лишь с их коллегами. Это обычный живой ребенок. Она, конечно, с кислородом. Она снимала ролики для ТикТока. То есть это произошло все быстро. Из обычного ребенка. Ну, то есть, понимаете, это обострение, оно пошло когда. И у нее была ситуация 50, когда ее забирали в Москву. 30 сентября у них был суд. Они выиграли суд по препарату ТрикАфта, который был девочке жизненно необходим, так как было состояние уже тяжелое. В феврале был у них консилиум. То есть сегодня уже конец ноября. Они данным препаратом обеспечены не были. То есть у девочки стремительное состояние. То есть уже ухудшалось. То есть у наших детей нет времени, чтобы ждать. Нет этого времени. Каждый день без терапии он убивает легкие, убивает внутренние органы. Перед тем, как обратиться в суд, родители направили обращение в Министерство здравоохранения Нижегородской области. И Министерство своими письмами указало, что препарат не зарегистрированный. Это первое. Второе, что он отсутствует в перечне ЖНВЛП, жизнь необходимых важнейших лекарственных препаратов. А это и невозможно, поскольку он не зарегистрирован. Ну и основной аргумент, который говорили чиновники, что он очень дорогой, у них нет денег на него. Несмотря на то, что это такое дорогое лекарство, нас очень мало. Понимаете? Ну нас очень мало. И цена жизни ребенка 1,9 млн в месяц. Ну я не знаю. Как бы это ни звучало, она жила бы. Причем это продлило бы ее жизнь намного. В суде мы неоднократно говорили, что ребенок ухудшается, что и медики это фиксируют, что состояние прогрессирует и необходимо в кратчайшие сроки обеспечивать. И поэтому суд принял решение к немедленному исполнению, не дожидаясь вступления в законную силу. Если посмотреть даже на сайте госзакупок, вообще не было никакой подготовки к организации аукционов. То есть таким образом, Министерство здравоохранения чего-то ждало. Опять же повторюсь, наверное, выделение дополнительных денежных средств. Хотя это тоже под большим вопросом, почему в регионе недостаточно средств. Само заболевание спрогрессировало, и вот это промедление как раз-таки и привело к самым страшным последствиям. Бюрократия равнодушна, это в основном наша проблема. По-нормальному надо, подаешь заявление, и тебе закупают без суда. Дальше родители, естественно, намерены обращаться в Следственный комитет, в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. Понятно, ребенка уже не вернешь, но показать чиновникам, родители хотят это все придать огласке, чтобы остальные дети не оставались в таком состоянии. Кстати, от интервью в Нижегородском Минздраве отказались, но в ответе на наш запрос сообщили, что после решения суда были начаты процедуры по закупке препарата, но процедуры эти занимают около трех месяцев, и потому закупить лекарства они не успели. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok